сидел я значит как-то просматривал зарубежных техно блогеров и тут я замечаю на превьюшки достаточно интересный кабель для клавиатуры он был скручен спиралькой как в старых клавиатурах вот и меня эта тема заинтересовала я открыл это видео увидел что действительно это это кастомный кабель и меня интересовал вопрос могу ли я подобный кабель воспроизвести в домашних условиях я полезу google нашел быстро сайт на котором есть гайд и решил вот сейчас его опробовать итак для нашего эксперимента нам понадобится скотч какая-либо продолговатая палка кисточка в моем случае это металлический штырь который шел вместе с r2 d2 и мощный фен ну естественно также нам понадобится сам кабель данный кабель я кстати заказался алиэкспресс примерно за 120 рублей он трехметровый почему так потому что скорее всего с одного конца останется примерно 10-15 сантиметров с другого метр плюс-минус возможно полтора и вот вся закрученная штука будет примерно под 36 сантиметров то есть под тикель клавиату берем наш кабель берем штырь и начинаем наматывать перед этим естественно отмерив 10-15 сантиметров с конца кабеля который будет подсоединяться клавиатуре после чего фиксируем этот конец скотчем так чтобы кабель не разматывался и был именно в таком состоянии в каком мы его закрутим после этого продолжаем наматывать насколько это нам нужно после того как закончили наматывать кабель нужно зафиксировать аналогичным образом второй конец для того чтобы наша спираль не размоталась окончательно нам понадобится потому что обе руки да и плюс ко всему как бы воздух от фена достаточно горячий кладем получившуюся конструкцию на стол берем фен включаем мощный режим и начинаем прогревать при этом контролируя момент когда наша спираль может начать расходиться грейм примерно плюс-минус минуту полторы для наилучшего эффекта конечно для наилучшего эффекта лучше минуты две две с половиной минуты треугольничества после чего получившуюся конструкцию вновь кладем на стол фиксируем оба конца дополнительно какими-нибудь тяжелыми предметами чтобы она не разматывалась и ожидаем пока она остынет это минуты после того как прошло две минуты берем нашу конструкцию вновь и разматываем скотч смотрим что получилось в моем случае достаточно прикольно завернутый кабель витой кабель собственно я им сегодня сегодняшний день начинаю пользоваться на постоянной основе всем спасибо за внимание подписаны канал ставьте лайки оставляйте комментарии и до новых встреч ребята